Друзья, всем привет. Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Я сегодня пришла на работу. Не успела переодеться. После тренажерного зала начала опять тренироваться. После самоизоляции это обязательно нужно делать. Чтобы разнообразить свою работу, я иногда работаю в спортивной одежде. У меня в руках бамбуковая палка. Она достаточно широкая, большая в фитнесе, в тренажерных залах. Есть тоже плотные валики для того, чтобы можно было растягивать с помощью них мышцы и разминать мышцы тоже. Сегодня я покажу это на Ксении. Ксения, привет. Можешь проходить. Можешь снимать кроссовки и прямо ложиться в одежде. Я покажу, как можно размять мышцы. Недавно моя знакомая на живот. Моя знакомая спросила про инъекции. Говорит, у меня очень напряжены икроножные мышцы. Я очень много хожу, бегаю, готовлюсь к марафону. Нужно заколоть туда ботулотоксин. Я объясняю, что можно попить магний. Не нужно колоть никакого ботулотоксина. Нужно растягивать мышцы, разминать их. Можно это делать руками компрессии, но можно и делать такими вот палками или валиками. Если нету таких палок, валиков, ничего нету. Может быть где-то завалялась старая скалка. Это можно сделать старой скалкой. Нужно делать это очень медленно, прилагая силу. Если бы мы делали это более тонкой палкой, было бы чувствительно больнее. Но здесь нужно мышцу расслабить. Все движения должны быть очень медленные. Я полностью опираюсь на палку, переношу свой вес и медленными движениями раскатываю. Что еще может расслабить мышцы. Естественно, разогрев. Можно сходить в баню, в сауну. Но я против того, чтобы колоть ботулотоксин в мышцу, если ее можно расслабить другими способами. Также мышцы бедра тоже самое. Очень медленно. Но старайтесь прикладывать большую силу. Свой вес переносите на палку. И здесь не больно, да? Не, не больно. Может быть чувствительно, если после тренировки или мышцы очень напряжены. Или после тренировки на следующий день, через день мышцы болят. То есть такое может быть. Можно такой же палкой работать в зоне спины. Также на ягодицах. По спине обычно бывает, если человек занимается спортом и мышцы хорошо закачаны, тоже можно с помощью такой палки расслабить. Если мышцы сильно закачаны, можно палкой водить по спине. Я думаю, что здесь будет чувствительно. Поэтому я буду с одной стороны, чтобы особенно не трогать позвоночник. То есть вот такие движения для расслабления мышц. Никакого ботулотоксина, а просто обычная палка, скалка или тренажерный валик. Друзья, до встречи. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Приходите на обучение. Заходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой. Всем пока!